здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и все у нас очередной обзор танков наши любимые игры мир танки атлет атлеста games и сегодня у нас на обзоре китайский тяжелый коллекционный танк 10 левела 113 вот такой гордый красивый танк вот и полноценный обзор сегодня по этой машине и прежде чем мы перейдем к обзору прошу вас прожать лайк под этим видео подписаться на канал если вы до сих пор это не сделали ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование 113 погнали и так господа коллижен модель нашего 113 ну и начнем давайте с нлд нлд 170 в целом что очень ослабленная деталь даже при рамбовании намного ничего не даст поэтому ну увы нас сюда девятки десятки восьмерки все прошибают на вылет касаемо влд 249 снизу 267 вверху крепкая ли это влд в такой проекции крепкая против восьмерок всех абсолютно практически да будет еще даже танковать и голду даже а вот девятки голду и вас уже смогут пробивать десятки естественно тоже да на обычном типе снаряд что девятки что десятки будут испытывать определенные затрудения голдой пожалуйста сферическая башня самые ослабленные места у нас у здесь 300 ну и соответственно башня то вся ровная все хорошо кругляк вокруг ствола 240 можно пытаться закидывать щели рядом со стволом маска орудия 268 ну по сути а вот здесь уже 500 то есть слева 368 319 внизу 254 такая странная маска в углы можно вниз бить вверх то зашит хорошо да а вот в углу можно бить лючки 206 220 боковое бронирование у нас хорошая до 90 плюс 20 110 просто 90 у нас здесь фальшборд есть танкует от борта знатно но подставляет щеку куда также могут с голдой закидывать и все кроме на на восьмерок по сути конечно ну стрёмно риса на бронирование нлд дырявая для тяжелого танка влд дырявая лючки есть до маска орудия здесь пробивается не знаю такое себе вот такое вот бронирование с броней разобрались давайте смотреть а что у нас за орудие орудие на 122 миллиметра альфа нищая как для десятого левел ну шик такой 440 пробитие на основном снаряде тоже нищие 249 на голде 340 заряжается 10 секунд орудие неплохая как для тяжелого танка точность 037 долговатое время сведения по полевой модернизации качаем вездеходную ходовую во втором блоке так смотрим а что у нас так стоп стоп вот 283 время сведения естественно притирку шестин наведения звукоизоляции в пятом блоке здесь нам ну честно говоря мы не чемпионы по скорости поэтому улучшать там особо нечего я бы здесь на ничего не качал запас прочности нет вот в восьмом блоке облегченную платформу вторым слотом берем огневую мощь касаемо оборудования касаемо оборудования закалка досал стоп ничего тут выдумывать другого не надо по снарядам основной ббх а голда камуль ббх летит 950 камуль 950 обычная средняя скорость полет снаряда тоже ничего сверх естественного снаряжение ремка аптечка автоматический огнетушитель я поставил допаёк 4 члены экипажа перки наблюдайте перед собой в таблице касаемо увы минимальные они у нас есть минус 7 ну это конечно очень мало пхп 2530 чуть выше среднего пхп чуть больше да по подвижности 50 вперед 15 назад почти 17 лошадей на тонну нормальная скорость подвижность как для тяжелого танк обзор у нас прям вообще в сратой 380 а у меня штраф за командира 36 ага так было бы там где-то сколько 7 и 16 323 ну все равно 323 даже меньше среднего значения на тяжелых танка 10 и так ребята какие же у нас тут есть плюсы а по обзору ниже среднего это минус по мобильности нормальная мобильность не плюс не минус танки едет нормально пхп запас есть и это плюс по бронированию в целом стрёмное бронирование говорю бьются лючки в маску пробивается vld в принципе дырявая нлд дырявая при они от борта подставляем щеку ну такое себе по бронированию по огневой мощи увы на на минималках скорость полета снаряда посредственная пробитие на основном снаряде вообще нищие нагалдение плохое да и альфа 440 спорная машина как лично для меня я знаю многие скиловички любят эту машину как по мне ну такое ладно поехали в бой давайте поглядим на что эта машина способна так господа вествел попали против десяток обзор боем коллекционный китайский танк 10 левела тяжелый 113 до бабахи всякие у них хори интересный сейчас бой будет а увы но у нас отсутствует конечно же сейчас мы подеремся пушка вообще не гнется просто не гнется пушка Млех, млех, перекатывается А че я ей сделаю? Ничего, я даже в нее стрелять не смогу А потому что ствол не гнется Да Они все, посмотрите, из засадочки воюют Как же играть на рельефных картах тяжело Без УВН, просто забей вообще 2.79 сейчас сдохнет Идиот Ну И че-то выкатился Затанковал Спасибо артоводу Спасибо Артоводу Спасибо Хорошо Отпасить его Че это млех у них делает? После, чтоб все эти артоводы поздыхают Ух ты Проспал я вазик Да Вазика мы проспали Ты давай, дорогой друг, там это тащи Да Это он Багадяныш Гусеницу мне сломал Ууууууу Как все уныло Было Вазон 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 Тихо Вот знатно Хорошо Ну я от арты сдохну, если не от танка, то от арты Все Засейвиться надо от артули Ребят Девять хп Девять хп Не, ну а как здесь играть без ув? Объясните мне Ой, арта, что творит арта? Хорошо Промазало Пока Пока живем О, нормально ему набросили Нет хпшек Еще и гриль там Давай Бейджор Свети На верочку дали На верочку дали, на верочку От арты Прячемся, от арты Так, ребят Невероятные 3500 Суммарного урона Просто Это На это просто Забей Где-то тут Грилек сидит Прога где-то тут Сидит Сидит Прога где-то тут Да Да Вот так вот без воен игры Проспал я пробу Амбер Помог накинуть. Да. Все. С прогой завязали. Ух ты. Какой зверь. Все, арта, ребят. Нет, зажил. Все, гриля забрали. Невероятный скилл просто. Осталась одна арта. Сейчас от арты сдохну. Напоследок мне подбросят. Нет. Пока живем. Ну, до арты мы уже не доедем. Дарты мы никак не доковыляем. Но суммы... Что у нас? 4 с лишним К, да? 4,200. Все, молодцы. Мы старались. Как могли. Промазали. А могли попасть. Не попали, да. Невероятный пот без ОВН на 113 играть. На вот таких картах. Конечно, жесть. Но 4,200 смогли, да. Один фраг целый. Ух. Зажили от арты. Вы видели, еще арта делала. Это, конечно, дурь какая-то. Ладно. Танк. Неплохой для городских карт. Но я, как и советские танки, 113 не особо люблю. К сожалению, для многих, наверное, кто скажет. Не, имба, имба. Да, вот четвертое место заняли на имбе. Как по мне, по 4, по 5-бальной системе. 4 с минусом я ему поставлю. Ничего прям сверх выдающегося в этом танке. На мой взгляд, прям, ну, нету каких-то ярко выраженных сторон положительных. Поэтому, ребята, у кого есть в ангаре, пишите себе комментарии, как вам машина в целом. Какое вы используете оборудование. Обязательно прожимайте лукасы. Подписывайтесь на канал. Ну, я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео. Подпиской на канал. Ну, и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов. И самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры создавал DimaTorzok